Итак, мы продолжаем наше путешествие. Мы подошли к первому столбу. Сказный город. Основное правило. Везде улыбайся. Замечательное правило. Прекрасный лес. Прямо в пределах Киева. Недалеко аэропорт. Аэропорт Бориспольс. Международная сказка совсем рядом. Абсолютно рядом. И здесь, в общем-то, очень замечательная природа. Прекрасная. Воздух. Чисто. Экологично. И замечательно, что в пределах прямо от метро. Буквально здесь 500 метров пройти. И мы находимся в этом прекрасном месте. В прошлом году в это время фестиваль «Сказочный город» проходил на острове Турханов. Это гидропарк. Тоже очень хорошее место. Чем оно мне нравится. То, что там есть... Ну, и там есть река. Там есть речка. Днепр. Везде мы улыбаемся. Улыбайся, улыбайся. Яртым солнцем наслаждайся. И природой наполняйся. Та-да-да. Та-да-да. Добрый день. Добрый день. Да, я тебе... Посмотрите, что это... Что-то такое, где? Вот. О, это... О, это какой-то ужик, да. Да, осторожно, чтобы он... Он мне известно, может быть... Кусается? Не знаю, может быть, и кусается. Как-то в этом случае не рисковать. Я буду, конечно, помочь ему перейти отсюда, чтобы он его никуда не надавил. Или он ни на кого не встал. Это уже рядом? Надо палочку. Мне одну дайте, пожалуйста. А, она разная. А, надо его туда, палочкой отсюда убрать. О, сейчас возьму палочку. В случае не трогайте. Она... А вдруг она врезина? Да я... Смотрите, смотрите. Он, бедняжка, хочет уйти отсюда. Так, надо ему помочь, чтобы никто не на него наступил. Так. Вот палочкой сейчас возьмем. А где он у нас? А, вот он хочет перевесить. Он туда хочет, да? Он хочет перепалиться, и туда не может. Давай, иди. Смотри, какой он красивый. Или сюда он... Ему скользко, видите, он просто скользко, он бедняжка. А он что, боится, что ли? Не, ну он же хочет уйти, ему скользко. Он не поймет, куда он хочет или сюда он. Куда он хочет. Ну, сюда он хочет. Отойдите, я его сейчас... Ну, я и сам не знаю, теперь... Он не хочет. О, все, пошел. О, теперь он пойдет. Что-то он прям вообще... Он как будто... Как будто... Он на месте стоит. Странно. Он, наверное, просто очень сильно засуетился, и поэтому не смог... Бедняжка. О, все, пошел, видите? Просто здесь очень было гладко, и поэтому было... И нам тоже будет хорошо. Мы подходим уже к входу. Главный у нас сказочный город. Полянка тут. Сейчас будет пропуск у нас. Сделаем пока паузу. И вот мы подошли к главному входу. Регистрация. Сказочный город. Welcome. Welcome to Fairytale. И нас тут сфотографирует сразу. Да-да-да. Мы так друг друга фотографируем здесь. Замечательно. Регистрация. Registration. Окей. Так. Что тут у нас есть интересного? Разное объявление. Может, кому-то интересно будет. Заснимем. Реклама. Турса смысла. Угу. Это правило. Пребывание в сказочном городе. Друзья, кто не был еще в сказочном городе, это прекраснейшее место для познания себя, познания других людей. И для того, чтобы... Вот какой у нас прекрасный оператор. Здорово. Чай. Та-да. Рейки. Прекрасное место, где можно познать себя, познать что-то новое, открыть новые знания, новые интересы для себя лично. И, соответственно, раскрыть себя самого. Резонанс. Сколько здесь у нас рекламы разные. Может, кому-то будет интересно. Сдается комната метро Арсенальная. Цекаво это для приезжих. Окей. Познай себя. Конец страха. Окей. Это наша регистрационная студия. Студия, студия. Ммм. Касковый лист. Катуре горна. Вам помочь? Все. Поздравляю. Не надо. Дай пять. Окей. Все. Все, сражись. Все. Та-та-та. Рез. Хе-хе-хе. Окей. Приятного отдыха. Благодарю вас. Мы проходим здесь. Говорят, стоп, контроль, контроль. Стоп. Точно. Таможня. Здесь тоже у нас такой шлагбаум. Прямо, прям шлагбаум, как на границе. Да, чуметь. Супер. Найс. И так мы подходим. Мы зашли уже на территорию сказочного города. Прекраснейшее место. Очень много разных мастер-классов здесь. Друзья, я настоятельно рекомендую посетить сказочный город. Если вы его еще не посещали ранее, сколько здесь, очень большое разнообразие всевозможных мастер-классов, где вы сможете в одном месте узнать много разностей, найти что-то, что интересует больше всего вас. В одном месте буквально больше 200 мастеров. Здесь полное разнообразие. Можно что-то купить, что-то продать, если вы продаете или покупаете. Прекрасные зимние вещи осенние. И вот наша клубника. Кстати, цены очень хорошие. Прямо здесь очень вкусные. Не дороже, чем на рынке. Кстати, дешевле даже, я сказал. Я просто не знаю, сколько огурцы. Уже здесь 9. Ну, замечательно. В принципе, прямо здесь. Это все недорого. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Новостей. Эй, Юля. Эй, принцесса. Привет. Это та, которая хотела стать первой линией? Стала первой линией? Give me five, girl. Эй, уже первой линией ты? Да. Да? Я тебя прислезаю. Ой, иди сюда, я тебя пойду. Молодец. У-ху. Эй. Так ты уже все уже? Самая первая? Да. Ты смотри, какая у тебя корона так красивая. А зачем это? А это вот вещь я тебе снимаю. А потом ты будешь видеть себя, вот посмотришь себя. Какая-то вот красивая принцесса с такой красивой короной. Да? Да. Делаем паузу. А вот и... Ну, как у вас все равностер-класс прошел? Отлично. А мы продолжаем наше маленькое путешествие. Какая улыбка, елы-палы, вот это да. Вы, наверное, ведическая девушка точно. Нет. Не может быть. Полная противоположность. Нет, вы? Полная противоположность. Да с такой улыбкой невозможно быть полной противоположностью. Я бы хотел... Вот это ваш малыш? Посмотрите, какой он мудрый. Смотрите, какой взгляд у него. О, вау, это целый мудрец. Вот и дитя Индиго. Как зовут тебя, малыш? Вряд ли ответил. Сколько ему? Два годика? Полтора? Полтора. Полтора годика. Какой он мудрый. Какой у него мудрый взгляд. Ну, говорят, дети Индиго сейчас к нам приходят. Почему вы говорите, что вы полная противоположность? Посмотрите на тебе глаза. Эй, привет. Здорово. Как тебя зовут? Дай пять. Дякую за аппарат. У-у-у, ты молодец. Как тебя зовут? Ну да, снимай, мама. Темно не видно. Давай мы тебя снимем. Давай тебя снимем. Как тебя зовут, малыш? Марк. Марк? Да, очень мудрый, малыш. У него папа большой, да? Крупный папа? Он такой крепкий малыш. Он очень крупный. Очень крепкий. Ну, очень мудрый взгляд у него. Он был на полтора года, в общем, такой. Не знаю, мне кажется, что он будет каким-то таким большим начальником. Вот дай бог, хотел бы я увидеть лет через, да даже через, в принципе, через семь лет уже можно будет. В первом классе уже будет беднее такого ребенка. Что у него будущее? Посмотрели на эти голода. Эй. Эй, смотри, что ты здесь. Классно. Что ты здесь ведешь? М-м. М-м-м. М-м. 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 Что-что? Шаша. Что? Шаша. 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 А ну дай ручку мне свою. Дай свою правую ручку. Не, вот дай мне вот эту ручку. Вот так вот. Поставь ее. Поставь ручку вот так. Здорово. Что вам здесь нравится? Сказочной горби? Да. Частые участники. Да, так, за атмосферой. Что? За атмосферой. Да, состояние само, это очень важно. Само атмосфера, само атмосфера, само атмосферное состояние. Просто даже можно, да, где-то сесть, уединиться, и ты чувствуешь себя прекрасно. Ну, я тут недалеко живу, так что я в этом лесу часто бываю. Здорово. Ну, а мы первый раз здесь. Дайте еще раз я вашу улыбку сниму. Такое замечательно, заразительно. Как вас зовут, Матаджи? Лида. Лида, Лида, Матаджи Лида, с такой замечательной лидийской улыбкой. Да, и совсем невидическая женщина. А почему вы говорите, что вы невидическая женщина? Что значит для вас невидическая женщина? Ну, невидическая? Да. Знаете, есть такой стереотипный образ феминисток и стереотипный образ физических женщин. Так. Вот я ближе к феминисткам. А в чем выражается ваш феминизм? Скажите, пожалуйста, я что-то не вижу. В чем он выражается? Равная оплата труда. Равная оплата труда, не проблема. Так, ну, конечно, раз работаешь, да. Так, хорошо, что еще? Потом распределение обязанностей. Домашняя работа – это же работа. Тоже важно. А какие обязанности мужчина должен выполнять, как вы думаете? Скажите, пожалуйста. Вот это вот по договоренности. А ну, если с точки зрения вашего антивидического понимания. Ну, я бы, например, с... Да, может, даже если никаких, если там вот... По договоренности. То есть, ну, каждая пара договаривается по-своему. Кажется, у вас очень хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, вот вы, как вы начинали... Вот это здорово, супер. Мне кажется, мы сейчас можем с вами узнать, как вот нужно строить невидические отношения в современной семье сегодня. Я на самом деле провальна в отношениях к семье. Ну, я... У вас есть ребенок, это уже много. Когда вы начали отношения, когда вы вышли замуж? Вот я же говорю, я провальна в отношениях, я не вышла замуж. Я не вышла замуж. Но ничего, если вы живете вместе, это уже тоже замечательно. Это процесс, который... Нет, мы не живем вместе. Тогда вы мой клиент. Тогда вы мой клиент. У меня, кстати, будет... Я на психотерапии, что ли? Я терапией не занимаюсь. Я помогаю клиенту вам, помогаю людям самим найти свое счастье. Так вот, самое смешное, что я счастлива. Это здорово! Когда я пыталась жить вот с мужчиной, ну, именно постоянно на нойной территории, мне было очень тесно. Ну, может, это... Давайте встанем сюда. Это замечательно, что вы очень интересный персонаж, который говорит, что... Вы знаете, все это такое, в этом ничего страшного нет. Если вы чувствуете себя счастливой в одиночестве сейчас, это здорово. Главное, что вы счастливы. Ну, возможно, пройдет какое-то время, когда вы почувствуете, что вам нужно что-то новое, какие-то новые ощущения, когда чего-то не хватает. Да, то есть это, естественно, процесс развития идет. И чтобы к нему заранее подготовиться, чтобы чувствовать себя во всеоружии, когда момент настанет, когда появится тот принц на белом коне, которого ждете, нужно к нему подготовиться. Вот это еще один вопрос, с чем я не согласна. Что именно? Принц на белом коне. Ну, это такая метафора. Метафора в принц на белом коне. Мой детеныш игрался. Да не снимайте. Хорошо, сейчас опалду сделаю. Нет, просто мне очень интересно ваше размышление. Оно очень, думаю, будет полезно многим. Нет, ну вот мой детеныш игрался с девочкой. Его мама там говорит... Его мама говорит, пускай мальчик впереди станет. Да ты же девочка, ты становись сзади. Для меня это как бы очень ухо режет, потому что, ну почему? Если девочка, ну по гендерному признаку сзади. Там люди же все разные, но у кого-то более лидерские качества, у кого-то менее. Ну, мой идеал, конечно, это партнерство. Но если партнерство там не складывается... Мне нравится у вас вот размышления. Здорово, прекрасный оппонент для дискуссии. Здорово. Давайте спросим таким образом. Вы считаете, что мужчина и женщина должны, в общем-то, быть одинаковыми? В каком, в чем? В каком плане одинаковые? Ну, они равноправно. Я не говорила, что они должны быть одинаковыми. А вот в данном случае... Они же разные. Да, ну, приметы или... Мне кажется, должен уважать инаковость другого и принимать ее. Верно, да. Особенность, да. Ну, вот проблема моих отношений была в том, что мою инаковость не принимали. А в чем инакость ваша выражалась? В том, что, ну, вот, меня вас принимали как ведическую женщину. Я не ведическая женщина. Я понял, это как Климово. У вас теперь я ошибся. А вы мне это тригернули. Простите, ну, видите, наверное, я не просто так сказал это, наверное, все-таки она у вас есть, но, возможно, ваше внутреннее содержание просто сопротивляется этому. Но, на самом деле, вы другая. Знаете, мы порой играем роли, какие-то роли внешние. Но внутри мы совсем другие, мы совсем другие, просто мы хотим быть на кого-то похожим. Или мы хотим доказать что-то обратное, то, чего у нас не было раньше, к чему мы стремились, к чему нас лишали. Я не знаю, смотря в ваши глаза, я вижу очень светлого человечка. Вот я смотрю еще в эти глаза. Не знаю, свой камер отражает, конечно, далеко, чем как она есть в самом деле. Что, мужичок, что такое? Какой он серьезный, обалденно, вот это да. Что ты так расстраиваешься? Это он подумал, если я куда-то ушла. Сам убежал. А, все, мама на месте. Вот почему важно, чтобы дети были как можно чаще. Вы замечали, вот индийские женщины носят детей как можно дольше возле себя? Что они энергетические. Он для телосложения не позволяет долго носить. Ну да, он такой крепкий уж богатырь такой, потому что дети должны получать защиту и энергетическую. И прежде всего не получают ее от родителей. Чем дольше это возможно, тем ребенок более спокойный уже в процессе своего развития в дальнейшем. Упс. Все, побегаешь. Еще дальше, стол. Сейчас пускать. Так вот, вы когда сказали, когда вы сказали, что различия вы против того, что вы мужчина и женщина? Скажите вашу точку сейчас, вашу зрение по поводу... Да я же это была в потоке. Что-то сказала отверстия, но я не помню. По поводу того, что разноправие мужчин и женщин... То есть, вы же не хотите сказать, что вы считаете, что мужчина и женщина должны быть по всем одинаковыми? Так, я не говорю, что они должны быть одинаковыми. Вот вы говорите по праву, значит, одинаковые. Так, скажите ваше понимание. Люди не одинаковые, они разные. Да, да. И кто-то априори там, ну, у кого-то меньше прав, чем у других. По праву рождения, там, по праву какое, по праву... Ну, люди рождаются разными. И по-любому они... Право на что вы имеете в виду? Право на какие-то блага? На какие-то... На возможность самореализации. Почему права? А почему мы говорим права? Права, ну, да, есть какие-то... Я бы не сказал, что права. Права это как бы что-то такое, кем-то написано, наверное, больше всего, да? Права и обязанности. Почему написано? Но я когда-то читала, что права не дают, то их берут. Да. Окей, да. Пошел в ГАИ, взял права в Дигинске. Вы дайте мне, пожалуйста. Ну, вы же поняли, что я не про это. Можно очень красиво секундочку? Да, 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 конечно. Нельзя собачку петь? Он не все наши, но это мальчик. Не касается. Я говорю, чтобы он не бил вот собачку. Чтобы малыш не бил собачку. Ребята, вы такие красивые. Март. Март. Так. Собаку с шишкой кормят. Какой он спокойный. Крисик какой классный. Сколько это у вас собачки? Чец собачка? Это ваша собачка сколько? Месяца три, да? Четыре? Годы два месяца. Годы два месяца. О май гад, я так ошибся. Вау, так она уже взрослая? Да не, взрослая, все же взрослая. Так разве это... Да? Ну, я смотрю, у него такое личико такое детское. Да, он видел, еще ребенок. Градится. Градится. Куда? К своему интересному. Такой классный. Ну, понимаешь, что за него ребенок, да? Да, по луту на малом. Если у него такая вот убежит, то его слоится. Что это такое? Собачка? Пошли, посмотрим, что такое. Окей, мы продолжаем наше путешествие. И мы вернемся к нашей антивидической маме, которая абсолютно... Простите, как вас зовут? Лида. Лида, я Ярослав Харанцов. Я вернусь с вами, с удовольствием провел бы с вами беседу по этому поводу, потому что мне очень интересно вот ваше мнение. Я хотел бы его более детально рассмотреть. Вы не хотите прийти ко мне, кстати, на мастер-класс? Я думаю, он вам будет полезен. 13.30. Ты уже... Да. Нет, нет, 15.30, спасибо. 15.30, да. Та тема у нас будет, как научиться просить прощения, как научиться прощать. Ну, и немножко затронем вопросы, которые касаются семейных отношений. То есть это у нас второе занятие из серии 4. занятия по цикле психология семейных отношений. А поэтому я ваш клиент. Да. То есть это тоже, чем я занимаюсь. И я был бы рад. Просто мне интересно ваше мнение. Был бы рад помочь вам, чем смогу? Что-что? Был бы рад помочь вам, чем смогу? Ну, я бы все равно думаю. Хорошо, увидимся. Намасте. И мы проходим дальше. Мы видим здесь прекрасные места, где можно принять трапезу. Вегетарианские блюда. Здесь, кстати, даже у нас кришнаитские блюда, предложенные Господу. А, да. Так что, в основном вегетарианские. Добрый день вам. Мы видим в основном вегетарианские блюда. И это очень радует, что на нашем сказочном городе люди ведут здоровый образ жизни, начиная с питания. Все начинается с этого. А здесь мы стреляем из лука. И вот она цель, которой нужно достичь. Здесь должен быть 90 градусов. Есть? Становится боком. Лук поднимается вверх. Не так? Понятно. Два пальца. Классика. Тут берешь. Придерживаешь вас в голове. И за счет лопаток растягиваешь руки. И тянешь, смотри, глаза. А кушать-то хочется? Ну, попробуем, ладно. Вот. И получается, и ты за счет разведения этих самых лопаток у тебя идет ждустая. Ничего, ну в направлении шла. Было неплохо. Хорошее начало. Потому что ты держалась снизу, ты не дала ей вылететь вообще. Ты я зажала? Итак, мы продолжаем экскурсию по нашему сказочному городу. Это большая поляна, где тут можно кушать, отдыхать. О, тут body art. Это даже происходит body art. Какая у нас интересная и красивая кафе. Со всякой вкуснятиной. Замечательно приветливые продавцы. И тут же у нас ганеша. 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 Лорд ганеша. Так все, вообще-то это индийские сладости. И здесь у нас чай хайна. Можем сюда сидеть. Прекрасное место для отдыха. Просто релакс. Кстати, очень красивые картины. Я знакомился с ними вчера. В приходе. Очень необычная техника. Гвозди забитые в гвозди. И потом натянутые. Вот между гвоздиками натянута. Если посмотреть внимательно. Натянутые ниточки. Очень красиво. Объемная получается 3D картина. И такая картина стоит порядка 100 долларов. Друзья, а чья это картина? А девушка есть? Да, есть девочка. Зовут ее Анна. Сколько? Долларов стоит, да, вот эта картина? Там минимум я просто для рекорда. А, окей, гайз. Да, если кто-то хочет. О, даже так. Супер. Вот, кстати. Флайерс. О, привет. Так, по-моему, то же самое. Там очень красивые картины. Да, очень крутые. Маленькая рекламка бесплатная. Для... Да, очень здорово. Я просто потрясен, наверное, такого не видел. Очень красиво, объемно. И замечательно. Главное, сделано с любовью. Сказочного города. Look at this, guys. Обращение. Вселенная. Какие шедевры. Просто обалденно. Насладиться этим видом. Это типа банкотерапия, да? Банотерапия. О, обалденный вид, конечно. Супер русский. Банотерапия, да? И здесь у нас банкотерапия. Баночки, да? В принципе, гематома делается гематома, и когда она рассасывается, а тем самым усиливается иммунная система организма за счет того, что рассасывается гематома. Гематома, которая образуется после того, когда баночки ставятся на тело. Это очень хорошая старинная процедура, которая очень простая, но довольно эффективная. Мы продолжаем снимать наши ведические, наши неведические, но вегетарианские места для питания. Чего здесь только не найдешь. А, кстати... А, это же не центральная поляна. Нет, это не центральная поляна. Это поляна питания. Пункт питания. Ну, так можно сказать. Прекрасное место. Просто находясь здесь, я чувствую такое блаженство, ощущение радости, спокоя. И даже просто вот бородя или где-то лежа, как эти ребята. Просто замечательно все. Наслаждаюсь этим прекрасным, прекрасным местом, прекрасным состоянием. Там у нас, похоже, body art. Body art. Это тату. No, it's not tattoo, actually. Это... Как оно там называется? Рисование. Хной. Замечательно. И здесь у нас такой навес. Кстати, класс. China. Alchemic. А, Alchemic. I'm sorry, guys. It's Alchemic. Те, что химичат. Хорошее место. Не хватает, конечно, что-то на пол постелить. На пол, да. В принципе, на землю. На чем стоишь, то дай ложись. Ну, в принципе, шатер очень хороший, очень удобный. А, когда дождь, особенно вечером здесь так, довольно комфортно. Шатер в виде лепестка, купола. Очень, очень красиво, очень так, уютно, классно. Супер-ячей, кстати, очень хороший. Да, я уже пробовал, порос. Классно. Супер. Ну, и сейчас... Вообще, форма сама очень интересная. Вот как лепестки, цветочка, не знаю какого, колокольчика, наверное. Очень здорово. Что у нас здесь дальше? Здесь у нас был костер вчера. Вечером здесь довольно прохладно. Ну, как довольно прохладно, конечно, не минус. Ай, детский сад. Эй, го. А это у нас тут маленький детский сад. Ай, какие малыши у нас тут. Та-дам. А здесь ироеческие всякие вкусняшки. Ням-невняшки. Да, полное изобилие. Выбор обалденно очень большой. Шикарно просто. И тут прям целый шатер у них. Магазин такой вот. Все вот здесь. Вкуснятина, хорошая. Ммм. 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 Чего здесь только не найдешь. Разнообразие полнейшее. Кстати, мед. Вчера попробовал очень вкусный мед. Насколько отличается от того, который покупаешь на рынке. Хотите узнать, что такое настоящий мед? Попробуйте этот оригинал. И тогда вы никогда не забудете, что такое настоящий мед. Ммм. Что вы вкусаете, девушки? Сыроеческие. Йогурт. А, йогурт. Сыроеческий. Да, да, да. И с вами кептейль с травками. Скрапивой. Как он? На вкус? Скрапивой? Да. Да. Ммм. Ну, дякую. Я попробую тоже вкуснейшие. Дякую вам. Сидово. И здесь у нас такие прекрасные девушки, матаджи, которые делают такую вкуснятину. Это очень хорошо. Супер. А с чем это у вас такая интересная колбаса? Вегетарианская. О, лен. Конжут. Вау, обалденно. Какой класс. Накройте, а то она у вас высохла уже. Ну, тоже. А, это будет сушеный. Это будет сушенный бутерброд. Тоже классное разнообразие. Своё. Особенность, да. В общем, много-много здесь всякой вкусняшки. Друзья, приходите. Мне очень нравится. Мне понравилось. Рекомендую. Итак, у нас новый мастер-класс через полчаса. Живая кухня, кстати. Живая кухня. Ежа для життя. О, ежа для життя. Это типа программа Food for Life. Похоже. Хорошее тут место у них. Да. Очень уютно. Камачок. Полежать. И ежа для життя. Кому интересно, ежа для життя. Познакомимся поближе. Бесплатная реклама. Екатерианские полюга. Вид отсюда. Очень красиво. Замечательно. Друзья, такой запах, аромат этого спокойствия, этого лета. Друзья, сегодня у нас 3 июня, 2016 город Киев. И мы находимся на сказочном городе, который так близко от станции метро, который называется Бориспольская. Я все забываю, как станция метро называется, но буквально в километре. Аллилуйя. Оу, а это наши, это наши друзья, которые, которые, славянские вели. Какая красивая, какая красивая вывеска. Это очень здорово, замечательно. Какая красота. Какие светлые, кстати, очень красиво, светлые, хорошие такие, витрина. Здравствуйте, Матажи. Очень красивые, радужные у вас такие витрины. Здорово, приятно на них смотреть и сразу хочется вкусить этой всякой вкусняшки. Вы из Киева? Вы из Киева? Да, да. А где у вас стационар находится? Кафе есть у вас, да? Я сейчас пока нету. Нет у вас стационара? У вас должен быть, потому что у вас так классно. Здорово. Мы на фестивалях ленируемся, учимся. Здорово. Я уверен, что у вас очень хорошо получится, потому что у вас такое прекрасное разнообразие блюд. И самое главное, энергию, которую вы делитесь, вкладываете в эти блюда. Это самое важное. Та любовь, которую вы посылаете. Это очень хорошая идея. Да. Вот какие у нас хлебцы свежие. Это все сыроедческие хлебцы у вас, да? Да, нормальные. По 25, да? Отличная цена. Я сказал, для сыроедческих продуктов цена хорошая. Потому что обычно такая штука стоит где-то в 2 раза больше. Хлебцы морковные. Окей. Супер. Класс. Будем знать, где кушать. Мы сняли. Я здесь хлебец. И стакаю. И стакаю. Да, хорошая. Да, хорошая. Да, хорошая. Музыка. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok